добрый день добрый вечер добрый вид ну да у нас день то у вас то вечер сейчас вы видели мое видео которое вам посылала до видео вот этот шорт короткий шорт короткий я еще просто не вы ну не было времени выставить видео я в принципе ролик то сделал отредактировать нужно только и выставить но приключения у меня были интересные значит ну давайте я кратко расскажу о чем это было видео которое вам послала значит в сша ежегодно происходит национальная встреча ассоциации владельцев оружия ежегодно называется н-р-эй митинг это national raffle association то есть есть там мембершип у них членство которое надо платить по моему там что-то 500 долларов насколько то потом каждый месяц каждый год доплачиваешь по 150 долларов или что-то такое раз в году у них мембер этот встреча этих членов происходит она обычно проходит в далласе уж я не знаю по какой традиции но каждый раз это вдалось и происходит и разделена встреча на две части в одном холле происходит называется лидершип митинг туда приезжает губернатор техаса разные там сенаторы наши конгрессмены и в этот раз приезжал президент трамп потому что выборный год но на самом деле он приезжал и когда он был президентом я просто не ходила тогда ходил мой муж и сын и они фотографировали с сыном трампа самого трампа не пускают в холл где продают оружие значит тут вот опять две части один холл это лидершип там сенаторы и вот это все правительство собирается а второй холл там выставка оружия то есть там экспериментальные образцы этих которых еще нет вообще даже продажи есть которые там милитари грей то есть для военных приходит туда не только люди купить оружие там приходят корпорации частные разные заказчики вот этот вот автомат который вы видели мой сын держал это экспериментальный образец и он только будет выпускаться на армию сша он автоматически не автоматически граждане не могут покупать могут покупать только 7 автоматик это полу автоматически то есть вы поняли да но можно их потрогать можно их поддержать и в принципе если они потом идут в армию обычно промышленность очень быстренько предприниматели быстренько модифицируют их на 7 автоматик на полу автоматически продают гражданам то есть это может быть такая вот дура огромный пулемет но он будет полуавтоматически, и уже ты можешь его купить и у себя дома его приставить. Вот. В общем, на канале кто подписан на меня и на вас в основном, могут у меня зайти, посмотреть. Там вот такой огромный пулемет. Мой сын его держит и с ним, значит, там играется. Вот. И, значит, я пошла в этот раз на Трампа. Трампу не разрешают обычно идти в тот холл, где оружие продают. Потому что в том холле, где продают оружие, разрешено open carry. То есть carry – это носить в кобуре пистолет. И все члены этой ассоциации, потому что они члены ассоциации владельцев оружия, ты их не заставишь оружие сдать. То есть они с этим оружием на поясе в кобуре. Мой муж с огромным пистолетом Уилсон Combat. Он вот такой большой прям пистолет, у него кабура. И он с ним пошел в этот холл. Но те, которые идут встречаться с Трампом, там стоит секрет сервис. И они не разрешают никому с оружием идти в тот холл, где будет выступать губернатор и где будет выступать Трамп. В крайнем случае там есть такая вот стойка, где можно сдать это оружие, а потом туда пойти. Вот. Билет стоит для нечленов ассоциации 200 долларов. Вход был. Поскольку муж у меня и сын – члены ассоциации, то их immediate family, то есть жене, либо матери, можно либо брату, сыну, дочери бесплатно с ними пройти. То, что я бы не пошла, если надо было 200 долларов платить ни на Трампа, ни на кого. А на бесплатно надо было пойти. Тем более мне надо было, естественно, провести интервью. Я же вам в прошлый раз доказывала, что американцы хорошие, добрые, особенно консерваторы, особенно трамписты. А это была, естественно, выборка трампистов, потому что выступал Трамп. Естественно, демократы туда не пошли. И более того, демократы все это время троллили весь этот ивент, все это событие, они троллили в Твиттере, во всех соцсетях, что замечательно, что Трамп приезжает, потому что Даллас известен тем, что там убивают президентов. Вот и отлично, что он приедет, это как раз там близко к тому месту. Ха-ха-ха, хе-хе-хе. Они хохотали все это вот две недели, которая была вот предвестница этого события, что пускай едет, вот там его, надеемся, что он оттуда не уедет. Вот так, короче говоря, было. Поэтому я знала, что те, которые пришли, то пришли, соответственно, поддерживающие Трампа. Половина людей была в ковбойских шляпах, половина людей была в красных кепках Make America Great Again, да. И тут я, значит, выперлась в этой футболке с гербом России. Мне было интересно не только просто их потроллить, я не собиралась как бы именно там троллить, я наоборот думала, что если это консерваторы, и они, значит, там, ну, такие протрамповские, да, то они, соответственно, вот такая была у меня футболка, вот с таким гербом, к сожалению, не нашлось, а я заблюрила, да, сейчас, секунду, я что-то... Увидели. Увидели, да, да, ну, вот так, вот так вот видно, да. Да, видно, видно, да. Я была в этой футболке, да, и я не то, что троллить их хотела, мне было интересно посмотреть, что люди думают по поводу... Ну, если они меня увидят, какая будет реакция, знаете, friendly или не friendly, да, то есть friendly в том плане, что люди подойдут и скажут, ой, привет, вот мы там, знаешь, мы там из России, ты, наверное, из России, там, мы там уважаем Путина, мы там любим русских людей и так далее. То есть мне хотелось посмотреть, подойдут ко мне люди кто-то поговорить со мной, что-нибудь такое вот сказать, да, вот, а это вот тот автомат, о котором я говорила, но на канале смогут посмотреть, может быть, вы ссылочку бросите еще у себя, вот так вот выглядел этот автомат. Ну, я выложу ролик в чате. Да, если вы выложите, вот, и значит, значит, этот, я пошла туда и, ну, смотрю, на меня косятся, то есть просто реально на меня косятся, никто особо не подходит, ничего не говорят, и там огромный стенд прессы, прессы, то есть, я еще пыталась получить аккредитацию как блогер, да, мне, значит, отказали, потому что блог на русском языке, пророссийский, и никакого, они дали мне никакого объяснения, почему они мне дали отказ, то есть никакого объяснения не получила, просто тупо мне пришло сообщение, что вам в аккредитации освещать отказано, вот, и, значит, до свидания, ничего, значит, вам вы не получите. Я, конечно, ну, да, неожиданно, ага. Секундочку, перебью вас, потому что вы без остановки, как этот автомат, ну, вы сказали 15 минут, я пытаюсь по-быстренькому вам все рассказать. Хорошо. У меня вопрос, кстати, а почему вы на английском языке не ведете блог для американцев? Вот все, что вы снимаете там, про Краснодар, про кафе, почему бы это на английском не выставлять? Веду, веду, называется тот же канал, русский в Техасе, только на английском, Russian in Texas, у меня там даже уже, по-моему, 25 подписчиков есть. А почему отказались, из-за того, что мало подписчиков? Я даже, нет, на моем-то канале на русскоязычном много подписчиков. Нет, я имею в виду про англоязычный, вы бы сказали, вот у меня англоязычный канал. Ну, там смешно было, Федор, идти с 20 подписчиками. Понятно, все, это ответ. Да, я, естественно, я не подавала тот канал, я подала, который 50 тысяч, и он русскоязычным, и отказ они не объяснили. Я считаю, что блог с 50 тысячами подписчиками достоин того, чтобы присутствовать в виде, как бы, ну, прессы, да, или не прессы, но это все равно, как бы, у нас там, типа, того, что свобода прессы, большой канал, 50 тысяч человек презентуют, потому что у меня Россия там, потому что у меня там на русском языке все, я не знаю. Но меня, короче говоря, соответственно, Америкой аккредитацию мне не дали, мне прислали официальный отказ. Вот, поэтому я пошла как частное лицо, до этого я узнала, могу ли я вообще принести туда телефон, я боялась, что не разрешат телефоны приносить и снимать. Они мне сказали, что снимать можно. Я думаю, ну раз снимать можно и телефоны приносить можно, я, конечно, быстренько взяла настоящий микрофон и с телефоном пошла снимать. Вот, и когда я начала разговаривать, значит, соответственно, они там все выглядят, ну, как настоящие ковбои, то есть в шляпах, в ковбойских бутсах, в футболках, значит, там, ну, не футболках, а в шапках, да, вот они вот там такого плана, значит, одеты все там эти флаги, эти американские флаги, шапка там вот эта красная, там, сделайте, в ковбойских бутсах девочки, ну, и мужики в ковбои были в таком же виде, Трамп 2020 и так далее. Вот, и я, значит, пошла туда, вот, начала подходить к людям на английском, естественно, спрашивать, я снимаю, и у меня микрофон, маленький такой вот, знаете, микрофон, вот, и я, значит, сняла, сейчас я вам покажу, как выглядел этот человек, с которым я первым разговаривала, я, то есть, выбрала, знаете, по моему мнению, был самый такой консервативный, то есть в возрасте лет, наверное, то есть не такие молодые с синими волосами, знаете, зелеными, это был, значит, человек в возрасте, ему, наверное, было лет 70 на вид, а потом, значит, он был в ковбойской шапке, он был в шапке, в ковбойских бутсах, выглядел, ну, пришел, соответственно, типа с Трампом, ну, на Трампа, да, там, посмотреть, и я подсчитала, сейчас я покажу, как он выглядит, я подсчитала, что это будет нормальный консервативный мужчина, с которым можно нормально парить, вот так он выглядит. Видно, да? Видно, в белой рубашке. В белой рубашке, да, в ковбойской шляпе, потом к нему подошла сильно близко, уже было сложно, ну, его видеть, но вначале видно, как бы, как, почему я его выбрала из всех и сразу к нему первым подошла, потому что вот он такой прям ковбой, знаете, такой классический ковбой в белой, этот, в ковбойской шляпе, в возрасте человек, я думаю, ну, вот это консервативный такой поклонник Трампа, такой техасец, вот я с ним-то и поговорю, и начала с ними разговаривать, ему явно за 70, я, значит, в российской этой футболке с российским гербом, и, ну, и говорю, нужно задать пару вопросов у меня, значит, к поклонникам, к суппортерам Трампа, то есть те, которые поддерживают Трампа, к трампистам, так сказать, у меня вопрос, вот, то есть я сразу противоположный ставлю, вот администрация Байдена, то есть если ты про Трамп, то ты должен быть против политики как бы Байдена, я вопрос сразу так и ставлю, извините, в оппозицию, я говорю, вы же знаете, да, что администрация Байдена отправляет оружие и деньги на Украину, он говорит, знаю, я говорю, как вы к этому относитесь, то есть все вот это, то, что я смотрю Такер Карлсона, то, что я смотрю там вот этих вот, знаете, консервативных блогеров, таких вот, как Такер, они все говорят одно и то же, что нам не надо поставлять оружие, нам не надо ни Израилю, ни Украине, и я ожидала от человека, который смотрит Такера Карлсона, который поддерживает Трампа, получить соответствующий ответ в том же русле, который идет вот протрампистская команда как бы ведет, и он мне говорит, я поддерживаю, я говорю, и деньги, и оружие, он да, и деньги, и оружие. Я говорю, а как бы на основании чего вы поддерживаете, что у вас, ну вы понимаете, да, что вы забираете деньги у местного населения, у граждан, отправляются туда миллиарды, которые неизвестно куда попадают, вы как бы поддерживаете, вы за это поддерживаете, вы согласны с этим, он говорит, да, whatever it takes, то есть, чтобы, сколько бы нам это не стоило, мы, значит, должны посылать. Я говорю, и чем обосновываете, мы должны остановить диктатора Путина. Я говорю, а чем он диктатор, он бомбит Украину, я говорю, а когда США бомбила Белград и Ирак, и Сирию, это было нормально, он прям взвился, прям вообще, как будто на него пружину нажали. Как ты сделал, как это ты от Украины вдруг перешла в Белград, как это вот ты так прыгнула? Я говорю, я аналогию, вы же говорите, что Путин кровавый бомбит Украину. Я говорю, а вы не возмущались, когда Клинтон бомбил Белград, это нормально было? Это другое. Давайте туда не лезть, потому что мы несем демократию. Вот, и потом я начала, короче говоря, на этом месте я поняла, он начал мне просто вот эту метагичку либералов, просто мне начал нести метагичку либералов, что Путин кровавый, какой-то кровавый монстр, мы должны стоп Путин, мы должны остановить Россию, они бомбят эту несчастную... А, значит, Белград надо было. Я говорю, ну так, Путин бомбит Украину, там вообще ведутся действия военные, потому что, ну там русские люди же, во-первых, живут, во-вторых, Украина – это вообще часть России. Это неправда, это не так. Никогда Украина не была Россией, но он-то лучше знает, естественно. Он-то в ковбойских сапогах, он-то лучше знает, что там на Украине. Я говорю, а Белград был часть США, наверное, каким-то путем, да? Или Ирак как-то относился к США. То есть вы чем объясните, что США бомбила там и там? Давайте туда не лезь, давайте вот остановимся на Украине. Я говорю, давайте остановимся тогда на США. А что с индейцами? Я вот говорю, только что с Оклахомы приехала, в Оклахоме индейцы Чоктау живут в резервациях. Я думала, у него там инфаркт сейчас начнется просто-напросто. И он мне понес вот эту методичку, знаете, от либералов не отличающуюся, чего я не ожидала от сторонника Трампа. То есть а что ты тогда делаешь на трамповском митинге, если ты несешь вот эту методичку? И я поговорила потом с мужем, я вот это рассказала ему, эту ситуацию, ну, видео записала, я его выложу на своем канале, постараюсь перевести, но я его даже с ним не договорила, я уже все. Он начал мне нести просто демократическую вот эту пропаганду телевизора. Но дело в том, что трамписты, они обычно не смотрят вот это вот CNN, вот эти там CNBC, вот эти демократические, они обычно смотрели всегда Fox News, на котором был Такер, и Такер всегда говорил, что нам там нечего делать, что Украина это Россия, что Крым это Россия, что нам там, мы там ничего не забыли, нам надо заниматься своей страной. Нет, он несет всю вот эту методичку либералов, при этом якобы сторонник Трампа, который пришел поддержать Трампа. Объясните мне... Может, он не сторонник? Ну, нет, он же сказал, я за Трампа, я пришел... Хорошо, а что вот трамповская политика? Трамп выступает и говорит, когда я был президентом, Россия и Китай, они по струнке стояли. Вот когда я был, все стояли у меня по струнке, а потом я позвонил Макрону, я ему как сказал, а Макрон как испугался и снял все тарифы с нас. А я ему сказал, завтра не будут, не снимешь тарифы на наши товары из США, завтра на твое шампанское и на твои сыры, на 100% мы поднимем тариф. И он испугался, перезвонил, и они сняли все тарифы. Вот так вот я был. И Россия, и Китай, они у меня ходили по струнке, они знали свое место, а вот вы меня выберете завтра, и завтра все будет хорошо. Вот такая была как бы... И опять все будут знать свое место. Опять все будут знать. Сила! Знаете, у нас там есть общий знакомый один, вот, вот это все у них на это. У нас право сильного, мы будем сильные, Байден слишком уик, это значит слабый, он просто слабый, он маразматик. А я когда был, я был такой сильный, что я им всем показал свое место. Ну, в общем, знаете, я расстроилась. Так, ладно, ладно, этот, хорошо. Я думаю, ну это один какой-то маразматик попался, идиот. Пойду я к другим. Пошла к другим, там сидит парочка. Муж и жена тоже, техасская символика, шляпа ковбоя. Ну, то есть я выбираю не всех подряд. Я выбрала тех, которые, знаете, вот эти вот атрибуты таких классических консервативных ковбоев, да, что они вот, у них американский флаг какой-нибудь, или техасский флаг какой-нибудь, где-то, либо на футболке какая-то символика американская. Потому что либералы, они не носят, они уже жгут эти флаги американские, они против американцев, да, как бы символики американской. А консерваторы, они же типа того, что про. Я нашла другую парочку. Муж и жена сидит, я подошла. Ну, они заинтересованы на мою футболку посмотрели. Поэтому я возле них остановилась. Я вижу, что, ну, смотрят, да, я говорю, можно узнать, это для русского канала. Вы увидели футболку, да. Я говорю, я не сказала, как там вы к Путину относитесь или к России. Я говорю, опять-таки, вот вы пришли на митинг Трампа. Сейчас он будет выступать. Кстати, Трамп, говорю, на два часа опоздал. И, в общем, народ был просто очень сильно уставший, пока он начал там рассказывать что-то нам. Вот. Я говорю, значит, вы пришли сюда на встречу с Трампом. Значит, вы поддерживаете политику Трампа и такую, как бы, ну, консервативную политику. Что вы думаете по поводу посылки денег, значит, на Украину? И эти деньги уходят неизвестно куда. А в то же время, говорю, этот еврей Зеленский разрушает православные церкви, значит, и, ну, борется с ортодоксальной, они называют его Christian Orthodox. Это вот наши православные крестьяне, они Christian Orthodox. Я говорю, Christian Orthodox, религию они разрушают, значит, запрещают. И он что, он услышал во всем этом, при этом сидел абсолютно белый американец, ковбойская национальность, он что, услышал еврей. А мы ничего против евреев не имеем. Я говорю, всё, что я сказала, вы только вот это услышали, что он еврей Зеленский. Я говорю, а то, что он, как еврей, разрушает христианскую религию и церкви, вы как? Ну, 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 мы против, конечно, не надо разрушать. Но Библия сказала, что евреи — богоизбранные люди, мы Библию верим, мы читаем всё, что в Библии написано. Вот видите, вот тоже разница между православной церковью и их вот эти вот протестанты, католические, они Библию считают как Старый Завет, где сказано, что они богоизбранные. У них это номер один. У нас Новый Завет. Да, но не будем туда вдаваться. Неважно. Он всё, что услышал, всё, что я сказала, евреи, мы не против евреев, мы за евреев. Я говорю, а то, что он церкви разрушает. А, а мы не знали. Вы против этого? Да, мы против, не надо разрушать церкви. А то, что деньги отправляются оружием. Ну, деньги, наверное, не надо отправлять, а оружие надо. Оружие надо, надо побольше отправлять оружие, потому что нам надо кровавого Путина остановить. Я говорю, а то, что оружие, это всё идёт, и уже мы его находим, это оружие, на границе с Мексикой, картели, которые наркотики поставляют, они уже с украинским оружием. На нашей границе. Сейчас больше людей умерло в США от передоза фентанола. Фентанол этот они перевозят через границу с Мексикой. Уже сказали, что эти вот банды, это генкс они называют, картели, картели вооружены оружием с Украины. То есть на них все надписи и серийные номера украинские или американские, которые были переданы на Украину, уже Конгресс этим занимался, отследили, они сказали, что это оружие 100% с Украины передано. Я говорю, вы нормально к этому? Нет, я плохо к этому отношусь. Но у нас есть выход. Я говорю, какой? Нам надо назначить аудит. Вот пускай будет аудит, и чтобы они следили, куда оружие пойдёт. А так пускай поставляют. Юль, а вот я удивляюсь тому, что никто не задаёт им вопрос про Одессу. Вы как-нибудь задайте при случае. А как они относятся к тому, что в Одессе заживо сожгли и забили палки? Они не знают. Они не знают ничего про это. Они не знают то, что церкви разрушают. Хотя об этом Такер Карлсон, когда он ещё был на Fox News год назад, он целые большие передачи делал. И они якобы-то молятся на Такера. Они сказали, что все протрамповские патриоты должны смотреть Такера. Мы все... Как вы смотрите Такера, если у вас в голове вата? То есть... Вот показать просто им видеоролик, как человек выпрыгнул, как к нему подбежали, сломал ноги. Он ползёт с переломанными ногами, а его забивают палками. Парня 17-летнего забили так насмерть. Он погиб не из-за того, что он переломал, когда спрыгнул, а из-за того, что его забили насмерть. Я вот забыл, к сожалению, фамилию. Молодой, красивый парень. И при этом они демократия, а мы диктатура. Ну, потому что вот такие сюжеты показывают... Значит, смотрите, допустим, у нас 50 каналов. Из 50 каналов, ну, таких вот больших, национальных, из 50 каналов один, только консервативный, Fox News. На Fox News было 6 основных новостных ведущих. 6. Из этих 6, один был Такер Карлсон, 5 были... Такие, которые... Этот один из них, когда началось СВО, сразу там рвал рубашку, что надо идти на фронт и помогать Украине прям завтра. Вот. И все послать, все можно... Заберите, снимите последние трусы с американцев, отправьте на Украину. Вот. Один Такер был, единственный, который говорил, что... Ну, сами спровоцировали, мы же сами спровоцировали. Путин уже красной линией, красной линией, красной линией. Вы сколько можно? Вы дергали, дергали медведя. Вы дергали... Потом, когда медведь пришел, все начали возмущаться. Он был один. Ну, вот они его выжили, да? То есть, Такера выгнали. И все. И все. Теперь вся машина средств массовой информации, любой канал включи, там несется вот эта вот ерунда. То есть, у них Украина выигрывает по всем фронтам. У них Украина уже в Москве танки, наверное, уже марширует. Но не те, которые леопарды, которые наши ребята забрали, да? А какие-то их невоображаемые... Россия мясом всех закидала. Если там какой-то взяли, значит, бахмут взяли, что бы не взяла Россия, завтра становится... Этот населенный пункт был вообще не важен. Это был не важен, населенный пункт был не важен. И Россия просто миллионами тел закидала, горой трупов закидала. Вот такая пропаганда несется. И когда ушел Такер, в принципе, теперь Fox News остался с теми, которые якобы консервативные, якобы республиканские, но у них с демократами одно и то же. Кровавый Путин. То есть, у них разницы нет никакой. Что у тех кровавый Путин, что у этих кровавый Путин. А потому что это все вот это... Мозги им промывали, которым вот по 70 лет они такую херню несут. Это еще было при Буше. Вот при Буше вот это было. Кровавый Путин, кровавый диктатор. Русские идут, прячемся. Русские идут, только русские нас хотят. Когда уже Обама говорил, там экономика разорвана в клочья, Россия нам ничего не значит. Все равно всегда у них стоит русские. И у них вот такие, которым по 70 лет старое поколение, им, видимо, уже промыли еще во время Буша, первого, Буша, второго. Вот это все голову мочили, что русские сейчас на нас ядерное оружие кинут, и они на нас нападут, и они на нас идут. Хотя где Россия, где они, их базы везде стоят, российские базы нигде не стоят, но 2 плюс 2 у них не складывается. В Ирак надо было идти, туда надо было идти, в Косово идти, в Белград кругом надо было идти, сейчас Украина, ну, демократия. Я вообще, я расстроилась, потому что я-то ожидала, что там находится 100% людей, которые действительно трамписты, которые отражают точку зрения, которую вот Маргарет Тейлор Грин, она вот такая вот блондинка, протрампистка, она говорит, никаких денег на Украину, ни копейки не дадим, ни цента не дадим, но их там меньшинство. То есть республиканская партия тоже разделилась на 2 части. На меньшую часть, это типа трамписты, и ни копейки на Украину, пока наши границы не закроются, и большая часть, допустим, 90%, которые просто объединились с демократами, и сколько надо денег Украине, столько мы дадим. Сколько надо оружия, столько мы дадим. И вот это только маленькая группка, которая какое-то еще сопротивление оказывает, потому что они могут иногда количеством голосов заблокировать своих республиканцев. А демократы голосуют 100% in line, with the party line. То есть, как их партия сказала, вот так, все 100%, там, сколько там, 250, 240 человек, они все 240 человек голосуют, например, за деньги Украины. Но есть 245, допустим, человек из республиканской, если бы они все проголосовали против, они бы перевесили, и не было бы. Но из этих 245, 235 голосуют вместе с демократами за. И остается только вот эта маленькая горстка людей, которые говорят, вы что делаете, вы что творите. Экономика просто... Я сейчас вам расскажу, вообще в обмороке вы будете. Я была в обмороке. Значит, мы были на этом митинге, да, я устала просто как собака, мы все устали, потому что, во-первых, мои мужчины, они ходили там 3 часа оружие-то смотрели, там огромный холл. Я-то 3 часа Трампа ждала, сидела на кресле, ну, интервью там проводила, пока ко мне секрет-сервис не подошел, и меня чуть ли за шкирку не вышвырнули. Они мне, знаете, проверили мой бетч, проверили мои документы, попросили мой телефон, потом кого-то позвали, а он в черном пиджаке с галстуком, да, и он говорит, стойте тут, я сейчас к вам вернусь. Он только отошел, я как шмыгнула. Там впереди много-много рядов, и уже там ковбои с такими шляпами забили. Я думаю, да, нашел дурочку, буду я стоять. Говорит, стойте тут, сейчас я вернусь. Да, 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 буду стоять. Я как шмыгнула. Он рассчитывал на американский менталитет. А я здесь всегда живу с русским менталитетом, поэтому я здесь была успешна в Америке. Я всегда здесь русский менталитет применяла. Я никогда не следовала американским законам. Мне законы, надо соблюдать, не надо. Не надо. Некоторые законы, они просто идиотские законы, они для того, чтобы порабощать рабочий класс, а миллионеры не платят ни налоги, ни черта. Вот. Поэтому я никогда дурацким законам не следовала. Говорят, нельзя брать пистолет, я его обязательно возьму. Вот. И, значит, залезла, побежала вперед, самый-самый, там, где много было ковбоев со шляпами, и я там села. Быстренько загрузила видео в свой канал, ну, private mode, чтобы никто не видел, и удалила эти видео с телефона, ну, мои интервью вот эти. Думаю, если вдруг меня найдут, ну, конечно, куда искать. Огромный зал, наверное, 10 тысяч человек, не меньше, и я в первые ряды побежала, и там спряталась. Вот. Поэтому меня не нашли, я, конечно, там не стала стоять, ждать. Я думаю, ну, блин, все, сейчас они меня повяжут с этой футболкой, скажут, провоцируете тут людей, еще интервью берете. Он начал мне говорить, что вы не пресса, у вас где аккредитация, у вас нету значка бедж пресса, почему вы ходите, спрашиваете людей. Я говорю, ну, я блогер, у меня свой канал, я подавала заявку, я уж не стала говорить, что мне отказали. Я говорю, я подавала, идите, выясните. Я записывалась вот так. Короче, начала ему грузить. Ну, так вот, оттуда мы поехали домой. Едем домой. Во-первых, мы ехали через центр Далласа. Мы-то живем как бы в Сабурбе, это на окраине, да, и тут мы приехали в центр, потому что там было вот это вот собрание это. Ну, а что я обнаружила? Естественно, нищие лежат там на полу, я сняла там некоторых нищих, они там прям на земле, на тротуаре лежат, на сумочках, то есть я такого, когда я уезжала, особо не было, а теперь они лежат в открытую, сколько хочешь там есть они. Во-вторых, мы поехали в ресторан, мы были ужасно голодные, поехали в ресторан. Обычный итальянский ресторан, не в центре Далласа, мы приехали в Сабурбе, значит, заказали одну пиццу Маргаретто. Ну, пицца, это значит, ну, просто сыр и помидоры, ни мяса на ней, ни колбасы, ничего мясного не было. Пиццу на троих, одну пиццу на троих, среднюю. И каждый заказал себе по главному блюду. Мы не брали ни салаты, ни супы, ни десерты, ни кофе, ни вино, ничего. То есть, вот одна пицца на троих, он, сын заказал спагетти, без мяса, с соусом. Я заказала спагетти, тоже с соусом, и мой муж, он заказал рис с кусочком рыбы, салмон, по-моему, осетрина, или как он, красная рыба, лосось. Вот, все. И по стакану воды приносят чек, чек, я говорю, ну, что, 100 долларов уже, 100 долларов, ну, влезли, а муж говорит, 120. Раньше, втроем, вот так покушать, выходило, где-то 20 долларов на человека, умножая на 3, было 60. Это еще, это еще с десертом было. 12 тысяч, а сейчас, получается, 12 тысяч. 12 тысяч. Ни кофе, ни десерта, ни стаканчика вина, ни пива. То есть, сейчас люди, которые ходят в ресторан, они ужимаются. Уже мы, бокал вина, который 10 долларов стоит, уже никто не закажет. Если он раньше был 5-6 долларов, а теперь он 10-12 долларов, то же самое. Пицца несчастная, 20 долларов пицца, а второе все, 25-30 долларов. Он говорит, на эти 120 долларов мне надо еще чаевые. 20% обычно у нас оставляются чаевые. Я вышла, я говорю, я вообще в шоке. Я помню, мы в этом, это даже не ресторан, а такой кафешка итальянская. Я говорю, ну раньше мы спокойно на 60 долларов втроем кушали, и десерт брали, и по бокалу вина брали, ничего не взяли. Я потом написала об этом в комментариях, ну у себя на канале, и мне сказали, ну так, наверное, вы там вина набрали, наверное, вы там тортов набрали. Я просто не сказала, что мы не брали этого ничего. Я сказала, что сходили втроем на ужин и заплатили 120 долларов. Мне говорят, так не надо было спиртное, так мы не брали спиртное. Я к тому, что цены выросли катастрофически, катастрофически. И говорить о том, что у людей большая зарплата, они могут себе позволить. Нет, 120 долларов покушать. Это дорого, даже с большой зарплатой. Это просто реально дорого. И причем без ничего, без десертов. А если бы мы заказали вино, десерты, это было бы 250. 250 долларов. Это дорого. Это как ни говорите, даже люди, которые зарабатывают чистыми, 5-6 тысяч долларов, ну, чистыми, с такими ценами, ты не находишься в ресторанах. И недавно вышло, не я это говорю, американцы, вышло недавно исследование, они говорят, что рестораны сказали, что посетители ресторанов начали ужиматься. Они не заказывают дополнительные вещи. То есть берут просто базовую еду и все. То есть если бы мы раньше заказали бы еще и салатик или там аппетайзер какой-нибудь и еще бы там десертик и кофе и там по бокальчику вина, никто, не мы, никто этого сейчас не заказывает, потому что это уже счет будет астрономический. Вот. Ну вот это уже дополнение к тому, что он, вот. И потом я еще бы говорила там с двумя, одна была единственная девушка, Саманта, она села возле меня, она была молодая, ей 25 лет, наверное, Саманте, она в таком тоже, вот в этом, что я вам показывала вот в этом флаге, в американском флаге и с шапкой, я у нее спросила, я говорю, как вот в свое мнение по поводу денег в Украине, она единственная сказала, что я против любой помощи Украине и любой помощи Израилю, пока мы не закроем границы. Вот так. То есть даже тут, не то, что там мы вообще, что мы там делаем, зачем мы там находимся, почему мы там туда вкладываем деньги, давайте сначала свое, а потом вот как бы и им, если останется. Но никто не сказал ни один, что вообще нам там нечего делать и зачем мы туда вообще как бы посылаем деньги. Я к чему говорю, что в любом случае моральный аспект всех этих действий никто даже не рассматривает. Нет. Получается. Нет. То есть это все, что вы рассказали, это и есть превосходство высших над низшими. Да. Нам можно. Нам можно. И вот это, то, что Трамп говорит, у него та же песня, вот он вышел и он не сказал, давайте дружим. Раньше он, когда первый раз он выходил на свой, ну я голосовала за него, когда он первый раз баллотировался, точнее не первый, а второй, в 2020, когда его прокатили, он тогда говорил, давайте дружить с Путиным, но когда ему вот это обвинили, что его выбрали русские, да, что был Russian collusion, что типа Путин, хакеры русские его выбрали, он быстренько перевернулся, и вот эта песня, что давайте дружить с Россией, давайте налаживать связь, она закончилась, у него теперь, вот когда я приду, все станут по струнке, я им всем скажу, я им скажу, прекращайте войну, они прекратят, я там стукну по кулакам, и Путин станет по струнке, и Си тоже станет по струнке, вот когда я был, они нас боялись. Вот это вот основная тема всего вот этого собрания и трамповского выступления. Вот когда я был, нас боялись, вот когда я приду, Путин, они так сказали, Путин понимает только силу. Вот так. Я разочарована полностью. Они про себя говорят. Они про себя говорят. Но дело в том, что если вам, это по 70 лет в ковбойской шляпе, ты пришел консервативный человек, и я думала, что эти люди, они совершенно не поддерживают политику Байдена, я и говорю, вы пришли к Трампу, вы, значит, не поддерживаете, как вы относитесь к политике Байдена, поддерживаете. Как так может в голове уложиться у человека, что вы, то есть они ненавидят Байдена, и они полностью поддерживают всю политику Байдена по поводу Украины. Вот это единственная девушка, которая сказала, сначала давайте закроем границы и поможем нашим ветеранам, а потом посмотрим, что там останется для Украины и Израиля. Но ни один человек не сказал, что нам вообще не нужно помогать им, и как бы зачем вообще мы туда лезем, и почему мы вообще как бы туда посылаем там что-то, вообще ни один человек. Потом меня, конечно, уже быстренько поймали. То есть было два человека, которые отказались давать интервью, даже то, что я была в футболке, они были такие прям, один такой сидел мускулистый, вот такая прям футболка вся в звездах таких, тут у него Техас написан, ну прям такой живописный. Я к нему подошла, я говорю, можно взять интервью, он вот так на меня покосился, посмотрел на футболку, я не даю. Я говорю, ну я задам нейтральные вопросы по поводу, ну по внешнеэкономическим как бы там вопросам, не про Трампа, ничего, я не буду давать интервью. Ну я сказала, что он трус, а он видимо тут же меня вызвал, это секрет сервис. Потому что после него они за мной прибежали, и запретили мне больше спрашивать людей. Ну это лишнее было, мне кажется. Ну лишнее, но он меня просто разозлил. Сидит и такая морда вальяжная, говорит, нет, я не дам. Я говорю, что, сложно рот открыть и сказать там пару. Я говорю, я просто задам, а вы скажите, может не буду отвечать, дайте мне задать вопрос, а потом вы скажете, я например не хочу. Я не буду. Не надо злить кубанского медведя. Да, я говорю, ну ты пусть, пусть это, ну, он двузначное слово, короче говоря, это, ну как бы, женский половой орган и также используется в качестве трус. Ну вот это, и пусть это значит, ты пусть это значит, ты трус, но это оскорбительно как бы звучит. Ну вот видимо он оскорбился, а мне пофиг было, я такая была злая. Уже после того, как они меня все завели, то есть он уже был последний, которого я, а он сидел в первом ряду, наверное, какой-то там шишка был. Вот. Ну я выставлю это видео, я постараюсь перевести, посмотрите, как это на них, в конце концов меня довели. Но негативное впечатление, конечно, я бы побольше спросила, но мне уже просто сказали, что они меня сейчас выпроводят оттуда, если я дернусь. Я решила уже не рисковать, думаю, посижу, дождусь Трампа, пока меня не выпроводили. Но вы дождались Трампа? Дождалась Трампа, да. Ну я говорю, что Трамп, ну вот опять, ну как, вот таки, вот я смотрю, да, на это все, вот такое впечатление, как будто я наблюдаю, вот это вот шоу, принтес, да, у него был этот ученик, где он говорит, you fired, ты уволен, да, ну и он это притащил. Мы скажем Байдену в ноябре, you fired, ты уволен, я сижу, думаю, ну, этот, шоу, понимаете, как будто он как будто был, концерт. И все, аааа, я думаю, вот такое впечатление, и вот я приду, и я все проблемы решу. Вот вы увидите, мы скажем Байдену, you fired, а потом, я на следующий день стану, и я сразу подпишу все законы, и я там сразу, Путин забоится, и Китай забоится, и они все перебоятся, потому что я сильный, а Байден слабый, и вот это все, и я сижу, думаю, и ну кто-то верит в это, ну что ты, как ты придешь ты завтра, и что ты там завтра сам, я все, вот вы меня выберете, а завтра я все изменю. То есть это реально, вот эти люди. Как выборы Зеленского. Как выборы Зеленского. То есть просто это маски шоу, уже знаете, а люди, которые немножко мозги уже отошли у них, они говорят, ничего не изменится, ничего не произойдет, и ничего не будет у них. И люди, которые более-менее с мозгами, вот мой муж, мы потом на ужине сидели, это все обсуждали, он говорит, это люди, они, знаете, они живут в своем вот таком вот каком-то мирке, вот им 70 лет, я говорю, это вот ковбой 70 лет, такой несет фигню вообще, говорю, полностью поддерживает Байдена, ну ты же трампист, он говорит, это им вот 70 лет, при Буше мозги мыли старшим, при Клинтоне мозги мыли, при Буше младшим мозги мыли, при Обаме мозги мыли, русские идут, русские идут, агрессоры, диктатура, Путин у них просто самый большой, то есть, вот ты их послушаешь, если, да, то Путин каждый день на завтрак младенцев ест, вот реально, вот так, ну вы же трамписты, ну немножечко мозги, никакого просвета, никакого нету, я, значит, была неправа, я, видимо, судила их, знаете, по семье мужа, потому что муж у меня, ну с мозгами, а, наверное, с мозгами, потому что он, ну живет со мной, да, и ему как бы рассказывают нужное видео, нужная информация. Всё в этой жизни, даже твои мозги, моя заслуга. Ну, естественно. Даже сын, даже наш сын, да, вы видели сына моего красавчика, я ему говорю, даже сын, я говорю, вот видно, глянешь на сына, сразу видно, что он на 99%, это в русский, значит, генетика вся моя прошла, слава Богу, ты нам генетику не подпортил сильно. Чудесно, да? Я думаю, он тоже думает, слава Богу, да? Ну, вы видели же, да? Ну, сын у меня, ну, натурально русский, тёмно-русый цвет волос, зелёные глаза, ну, натуральные, ну, вылитый мой брат, похож на мою маму, на меня, ну, в общем, вообще взял все наши, полностью генетику, всю перенял. Вот. Ну, вот, и поэтому, Фёдор, я хочу сказать, что печально всё это дело, вот, то есть я говорю, я, наверное, ошибалась, я, ну, по своим каким-то знакомым, я судила, о трампистах, да, по Такеру Карлсону, потому что все, кто смотрит Такера, и комментарии я читала, они все там, мы любим Путина, пусть лучше Путин бы был нашим президентом, и я вот это, как бы, ну, так я и воспринимала мир, пока я не попала реально на вот эту встречу, и я просто рандом, или вот так вот, ну, на одних спросила, вторых спросят, и вот такой бред, вы понимаете? То есть, давайте продолжать посылать. Мы против посылать деньги, надо посылать оружие, а попадает картелем, ну, давайте аудиторов поставим, или давайте посылать и деньги, и оружие, ну, давайте пошлем аудит туда. Ну, в общем, да, вы поняли. Это понятно. Да, вопрос. А как выглядит Трамп? Вот ощущение от него какое. Ну, понятно, он ведет концерт. А сам он вообще вот как человек, как мужик. Ну, конечно, энергии дофига у него. Энергичность. Да, я видео поставлю, вы посмотрите, там, два часа он держал аудиторию. Аудиторию держит, два часа. То есть, как бы, политика, я понимаю, что это шоу, но когда ты слушаешь его, ты даже невольно, я хлопала, как и все, потому что он заводит публику, понимаете? Он заводит, он действительно дает ощущение, что что-то изменится, что-то будет хорошо, что он там все исправит. Он подает людям вот эту позитивную энергетику и надежду, и я тоже хлопала, как и все. Хотя, когда я уже вышла, я потом, ну, мужу говорю, я-то понимаю, что это шоу, я-то понимаю, что это все, но он не сделает ничего, он уже был 4 года, он ничего не сделал. Ну, они говорят, как, ну, при нем-то было хорошо, ну, при нем-то не было 34 триллиона долга в Америке, при нем-то не было закрывающихся бизнесов. У нас сейчас банкротство за банкротством, у нас очень крупные сейчас магазины, рестораны банкротятся, прям банкротятся. И мало того, Walmart, который у нас один считается из самых таких магазинов для, ну, для малоимущих, для малоимущих, Walmart увольняет сейчас сотрудников и закрывает свои магазины. Если уже Walmart закрывает, то после Walmart, ну, уже ниже падать некуда. А люди этого не видят, понимаете, их послушаешь, про эти триллионы долларов, никто вообще. Давайте посылать деньги. Откуда они, откуда вы взяли эти, откуда они берутся эти деньги? Понимаете, это же не Америка их печатает. Люди говорят, ну, Америка напечатает, печатает. Америка занимает. Америка-то их занимает. Америка их занимает, у Федерального резервного фонда потом отдает с процентами. А если теперь весь валовый доход населения, все налоги за год уходят только, даже на плату уже этого долга не хватает, на плату процентов по долгу, по дообслуживанию, на триллион долларов сейчас, чтобы обслужить эти 34 триллиона. Что они думают? Никто ничего не думает. Они привыкли, что доллар всегда был, и его как-то там... Они, ну, большинство людей, которые живут в США, они даже не понимают, что эти доллары не США печатают. Потому что это нигде не освещается. На это надо копать, для этого надо смотреть альтернативные каналы. А если смотреть каналы типа CNN, они скажут, так это же наши деньги, мы хотим печатать, мы хотим не печатать. Они же не говорят, что это не наши деньги. Печальное все это, печальное зрелище. Те, которые более-менее соображают, я им говорю, люди, я вот почему ездила в Оклахому, у меня там дача в горах, у меня есть покупатели, которые хотят купить дачу. Они говорят, надо сваливать в горы. И я когда покупала дачу, я покупала с таким расчетом, что, ну, если я буду в стране оставаться, то будем в горах и жить. Вот. А теперь, поскольку мы собираемся в Россию переезжать, ну, совсем, да, с семьей, то есть с сыном, мне тоже тут... Ты до сих пор садишь в Америке, уже дочке свадьба прошла, ты до сих пор в Америке сидишь. Мне надо продать имущество, у меня сын университет заканчивает, мне надо дождаться окончания семестра, забрать сына. Но это вообще никого не касается. Люди не могут к чему придраться. Это вообще никого не касается. Вот эта вот мафия, вот эта вот еврейская, сидит, о, что-то ты тут осталась, до сих пор сидишь, до сих пор не уехала. Надо решать дела, надо же вещи упаковать, надо что-то продать. Я продаю какие-то стиральные машинки, мне уже не нужные. Какие-то кровати, какую-то мебель надо продать. Эту землю, у меня там 50 акров земли в Оклахоме, у меня это дача. Мне надо продать имущество, определиться, как я перевожу эти деньги. Мне надо забрать сына. Мужу еще остался год до того, чтобы он начнет получать хорошую пенсию. Ему надо доработать тут. И бегом в Краснодар, у меня квартира сдается в декабре, надо выручить деньги тот, чтобы там уже ремонт сделать. Но каждому надо ткнуть, почему ты еще не уехала. Как будто я за 5 минут могу все решить вопросы, которые мне нужно решить по переезду окончать, ну, по перевозу семьи, скажем так. Не то, чтобы меня перевезти, надо же с имуществом решить тоже вопросы. Но ничего хорошего я не наблюдаю, Федор. Очень много закрытых помещений, езжу, снятые вывески лежат на земле. То, что до этого работало, оно теперь уже закрыто. Снятые вывески валяются уже на земле. Вынесенная мебель из ресторанов стоит. То есть эти рестораны закрыты. И Даллас еще считается, и Техас вообще считается еще более-менее экономически как бы неплохим местом. А то, что там Калифорния, Нью-Йорк, там уже просто кварталы закрыты. Там люди идут, вот американцы ходят и снимают. В Голливуд просто закрыты все кварталы, заколочены окна магазинов, ресторанов и крупных центров, заколочены окна. Потому что вот это вот, то, что крадут вещи, разбивают витрины, там все крадут, им за это ничего не бывает, это уже достало всех, и бизнесы просто оттуда уезжают толпами. А почему такие законы? Ну, с вашей точки зрения. А потому что было вот это черных жизни важны, вот под них подстраивались. Зачем? Ну как зачем? Чтобы разжечь, чтобы разжечь посильнее ненависть друг друга, полицейских не было бы потом. Зачем? Вот опять зачем? Ну для развала страны. Это как у меня отец. Он говорит, ну ты же понимаешь, это же глупо, ты же понимаешь, это ужасно. Я говорю, так ты смотришь с точки зрения, что это плохо для страны, а если на это стоит цель, разрушить эту страну, а для чего они выпустили сейчас фильм «Гражданская война в США»? Вы смотрели его, да? Да, посмотрели. «Падение империи» у нас. «Падение империи». Когда журналисты едут. «Гражданская война» двоеточие. «Падение империи». То есть это сама-то «Гражданская война». Ну и как у вас и у вашего сына впечатление? Вы обсуждали? Ну да, как бы мы вдвоем обсуждали, мы тоже считаем, что, ну, конечно, там половина фикции, да, потому что объединить Техас и Калифорнию вообще невозможно никак. Я говорю, ну это, видимо, они не хотят показать, что это правдиво может быть, потому что вместо Калифорнии может быть Флорида, например. То есть сделаем как бы фильм, ну как будто бы он вообще фантастический, то есть такого ну вообще не может быть, да. Вот. Но на самом деле это, конечно, ну люди говорят, да, все и по телевизору об этом же говорят, что они показывают сценарий возможных событий. Точно как вот до пандемии каждый фильм выходил, это была всякая разная пандемия. Я, знаете, что в этом фильме, почему он мне понравился, я считаю, что это очень серьезный и качественный фильм. Там показаны характеры людей, групп определенных, и мотивы, которые ими движут. Вот помните там момент, когда журналисты с девочкой остановили, этого китайца, они потом их догнали, и там ходят белые фермеры, видим, и у них там целая яма народу накрошена, там хлоркой посыпают. Вот. И он их по какому мотиву стрелял? Он спрашивал, ты откуда? Он говорит, я вот там, не помню, какой штат, ну типа Йова, да? Ну да, да, да. А ты откуда? Журналисты спрашивают. Он говорит, а я из Флориды, по-моему, он сказал, да? Да, да, да. По-моему, испаноязычный штат, где там много испанцев, кубинцев, то есть не американец, а второе, приблуда, приблуда. Приблуда. И понятно, что он его сейчас возьмет, хлопнет, точно так же, как там накрошена уже целая яма, такие же. Вот это ментальность какой-то группки людей, которых можно патриотами назвать, национальными патриотами. И они спасают Америку. Другие, значит, тоже такие же там, реднеки, мародеров поймали, повесили. Да, да, да. У одного глаз выбит, вывалился наружу, второй погибает, шепчет, у меня дети, типа, я залез, потому что у меня дети там, что-то ему надо было. Нет, вот они считают, что это правильно и справедливо. Подвесили двух людей. И не знаю, то ли их убить, то ли не убить, просто люди висят и мучаются, помирают в третьи сутки. И вот эта каша, вот натуральная каша, и у каждой группки своя идеология, своё оправдание своих поступков. И я вот про это спрашиваю. Я вот понимаю, что да, такое может быть. Когда хаос в стране, когда безвластие в стране среди людей, не понимающих, как устроен мир, не знающих географию, не знающих, что находится за пределами, допустим, того штата. Некоторые не знают, где Мексика находится. Ну, едини, но есть и такие. Я поразился, опрос на улицах Америки, выставлена карта, и люди спрашивают, ну, что-то элементарное такое. Даже нигде находится Украина, а ещё проще, понимаете. И они стоят, не знают. Элементарных вещей. И когда человек не знает элементарных вещей, где находится страна, где расположены штаты, кто где живёт, то, конечно, у него мировоззрение, вот, мир для него – это его квартал. И у него своя правда, которая существует для этого квартала, для этого района, там, чёрного, белого, ну, максимум для своего штата, если ты, там, более-менее, там, эрудирован, максимум, вот, правда моего штата, Техаса, он такой, такая правда, таким должен быть мир. И поэтому, когда нам угрожает, мы ведём себя вот так-то, так-то, в соответствии с этой правдой и представлениями. Вот что такое примитивное мышление и низкий уровень образования. Образование очень низкое здесь, на самом деле, как только подпорочки забрали, денег нет, телевизор отключили, всё, вот это мышление ограничено, оно капсулируется и начинает устанавливать свою тупую власть. Вот поэтому я всё время и говорю, что Украина развалится, а мне не верят. Вот если выбить некоторые подпорки, она точно так же посыпется, как она сыпалась всегда. На банды тут Махно, тут Батька Ангел, а тут ещё кто-то. Вот это поэтому происходит. Фудор, ну, так разобраться, если это можно сделать аналогию, вы знаете, вот это вот селюки, вот эти вот, хуторское селючество, рогульство украинское, оно ничем не отличается от таких ковбоев, понимаете, которые реднеки, ковбои, которые точно так же, вот они в своём вот этом вот живут, в голове у них ещё, когда-то там прибуши, вложили, что русские там враги, и ничего невозможно. У них как не неделя, так у них уже русские, значит, должны на них напаждать. Я уже не могу, я когда смотрю каких-то блогеров, которые рассказывают, срочно бегите, купите у нас пакет еды бессрочной, которой сухой паёк можно купить, есть, потому что завтра русские на нас бросят ядерную бомбу. Какие-то подводные лодки у них там уже возле Калифорнии, я помню год назад все сидели, уже ждали вот так перед телевизорами, как-то они умудрились запугать всю комьюнити, вот эту ютюбовскую, что уже возле Калифорнии какие-то подводки русские стоят, и должны вот в этот день, они высчитали какие-то числа, там считали, что там 19-е, 19-е, там какого-то там, 2019-го, это какой-то конец света, и он будет, потому что русские возле Калифорнии приплыли. Я смотрела на это, я не могу у шансов им поверить. Я говорю, да вы 300 лет сдались нам, чтобы приезжали русские, это не проходит, это альтернативные каналы. А вчера, а вчера Алекс Джонс, я смотрю Алекса Джонса, это считается у них просто божество альтернативных взглядов, от Байдена, божество. И он рассказал про Ленина, что-то там. Значит, он сравнил Ленина, значит, Ленин, все ненормальные сатанисты, вот он сказал, сатанисты ненормальные, значит, вот эти королевская семья, они там какие-то кровью кого-то пьют, этот, еще, значит, там другие там какие-то, на Таньяху, у них там какие-то жертвоприношения, потом они там были, он там был еще где-то на этом острове Абстейна, там какие-то там с детьми, что-то педофилы какие-то, а тут, значит, Ленин, он-то тоже был сатанист, вы понимаете, что сатанисты правят всеми, включая русских, я думаю, что же там с Лениным-то не так, я-то что-то пропустила. Вы знаете, у него был собственный остров, у Ленина, частный, и на этом острове разводили кроликов, и Ленин ходил и убивал каждого маленького крольчонка, и он от этого испытывал. Я такого еще... А вы знаете, откуда это? Откуда? Я первый раз, я первый раз как-то пропустила в этот момент. Я знаю, что он охотником был, там что-то, что-то он ходил на охоту, когда он там сидел, там где-то в зимовье, в каком-то. В Шушенске. В Шушенске. Так а что, он там каждого маленького зайчика убивал, и от этого каяховка? Нет, конечно, он ходил на охоту. На охоту он ходил. Я помню, что он был охотился, они там в шалаше жили, надо было что-то есть, они ходили. Частный какой-то... У него личный был. Это он в Финляндии ходил. А в Шушенском там было, по-моему, ну, короче, это было село, нормально, он там был в ссылке, там было имение, он там жил в избе с Надеждой Константиновной, у него было содержание, работать ему было не надо, вот. И он ходил, охотился, и говорят, что во время разлива, когда был разлив... Да, зайцы там, Да, он поймал каких-то зайцев и убил их. И либералы наши в 90-е, из-за этого развили целую теорию, что Ленин был такой сякой, что он был садист, что он убивал зайцев, хотя Сибирь, ну, в Сибирь жила охота всегда. Ну, на самом деле, то, как сейчас мы охотимся, и то, как охотились в начале 20-го века в Сибири, это две разные охоты. Знаете, это абсолютно... То есть, знаете, сколько его смотрят? Его смотрят миллионы людей. И это уже даже для меня была какая-то новость. Я думаю, я первый раз это в жизни вырасти, да, в Советском Союзе. Первый раз я такое слышу, что у него был личный свой остров, когда он уже был у власти. И когда он был в ссылке, про это никто не говорит, что он был в ссылке. Он это произносит, как у этих вот педофилов, у них этот свой остров, значит, был, вот этот вот, Апштейна этого, да, там, Джеффри Апштейна. У него был туда ездили все биллионеры, они сатанисты. А у России-то тоже сатанисты были у власти, потому что у Ленина был собственный остров, и он был такой маньяк, что он ходил и маленьких задчиков убивал, от этого кайфовал. Слушайте, еще под этим может быть основание, я боюсь ошибиться, ошибиться какое. По-моему, Шушенское было имением его матери когда-то. То есть у них же были родовые имения, да? И по-моему, по матери, ну я могу ошибиться. Вот честно, это было давно, я давным-давно читал, вот, может отсюда это идет, ну, искажение о том, что у него был собственный остров, ну понятно, что это все придумано и извращено. Мне просто интересно, что была основа для этого извращения. Да, но смысл был вложен не так, что там когда-то там что-то, а именно, что он, когда он уже был у власти, когда он пришел к власти, тогда он себе завел личный остров и ходил, убивал маленьких зайчиков. Представляете, какие дебилы. А Сталин у них наряду с Гитлером разницы нету никакой. Все. И переубедить их этот, представляете, это как Сталин, потом каких-то китайцев, коммунистические китайцы убивали всех каких-то китайцев, там, ели их сердца, вот это вчера я слышала такое. коммунисты-китайцы, вот такое вот, значит, говорили. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, если бы вы переводили такие короткие ролики, вот с такими рассказами выкладывали, это было бы, ну, просто бомба, сенсация. Я, наверное, вот это видео отрежу, ну, Алекс Джонс, он же запрещен на Ютьюбе, то есть у него свое, но он друг Такера, он считается, он вообще считается главой конспирологических теорий и самым главой оппозиционных каналов всей Америки, потому что его первого забанили тогда на Ютьюбе, в Твиттере и так далее. Сейчас Илон Маск его запустил обратно. И вот он выходит вчера, программа была вообще-то про президента Ирана, почему его убили, он, значит, началось про это, я хотела послушать его мнение, что там, почему, значит, его убили, кто он думает, что он убил, но он как-то очень плавно с этой темой вообще слил, то есть я даже как-то промелькнула, я даже ничего не уловила, что он хотел сказать про Иран, и все это плавно перевелось к сатанистам, но он как-то к этим сатанистам сразу же присоединил и коммунистов Китая, и присоединил туда, значит, Ленина и Сталина, в общем, мы все выросли и жили при каких-то сатанистах, и они, разница между педофилами на их острове не отличается ничем, то есть такие же точно, вообще еще хуже, потому что они маленьких зайчиков убивают, а китайские коммунисты врывают сердца у людей и едят их живьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин